Такое увидела Мика Джаггера в 1969 году, фотограф Сесил Биттон. Она говорила, у него фантастически выразительные губы. А это уже совсем другой Мик Джаггер, тоже Сесил Биттон, но это сделана фотография на съемках фильма «Представление» 1968 год. А это уже 2007 год, фотограф Киан Риган. Он был спортивным фотографом, ну и снял Мика Джаггер в образе такого спортсмена. Автор фотографии Джин Маршалл, 1976 год. Мик Джаггер с бутылкой Джек Дэниелс. Фотограф Франческо Скавула. Одна из фотографий его цикла «Песня», где он снял ведущих певцов «Мир». 1976 год. Это фотография Дэвида Монтгомери, снятая для иллюстрирования альбома «Липкие пальцы». На ней Мик Джаггер совсем другой. Автор Анни Лейбовиц. Анни Лейбовиц. Мик Джаггер в 1975 году, во время гастрольного турне. Роберту Айтекер, родом из Австралии, один из любимых фотографов группы «Битлз». Мик Джаггер в 1970 году. Снято объективом типа рыбий глаз. Это уже 80-й год. Фотограф Анни Лейбовиц. А это Мик Джаггер, как его видел Херприц, известнейший фотограф, мастер черно-белого портрета. Это 1987 год. Это целая серия портретов работы Энрико Мадулеско, мексиканского фотографа. Ну, вот уже такие художественные фотографии. Это уже год 89-й. А это фотомонтаж работы Альберта Уотсона. Сделан им в 1992 году, где Мик Джаггер в образе леопарда. Подобный Брайан Айрис запечатлел Мик Джаггера с его улыбкой. Но улыбкой имел маленький секрет. В один из зубов он себе имплантировал бриллиант. Ему казалось, что его улыбка от этого стала еще более обворожительной. Это уже 1995 год. Автор Клод Гассиан. Это одно из поздних турне группы. И несмотря на скептицизм, что, ну, старички уже, они сыграли достойный. Побили очередной рекорд по кассовому сбору.